Дмитрий Марьянов был талантливым актером, а еще его обожали женщины. Однако артисту катастрофически не везло в личной жизни. Первые серьезные романтические отношения у Дмитрия Марьянова начались в Чукинском училище. Его возлюбленной стала будущая звезда фильма по прозвищу «Зверь Татьяна Скороходова». Роман продержался только три года. По признанию Марьянова, он так переживал разрыв, что буквально за неделю посидел. Тем не менее, бывшие влюбленные сумели сохранить теплые отношения и общались аж до весны нынешнего года. Затем Марьянов заинтересовался моделью Ольгой Анасовой. Женщина не только снималась в клипах, но и училась во ВГИКе. В 1996 году Ольга подарила Дмитрию сына, которого назвали Данилом. Однако Анасова так и не дождалась предложения руки и сердца и порвала с Марьяновым. Несмотря на разрыв, актер занимался сыном, не жалел на него денег. Именно Дмитрий оплачивал учебу мальчика в престижной школе. С.Н.С.В. Марьянов остался в хороших отношениях. Потом в жизни Марьянова появилась другая модель красавицы Евгения Хиревской-Абрик. Их отношения длились на протяжении пяти лет. В итоге, модель и актриса ушла от Марьянова к режиссеру Валерии Тодоровскому, который не стал тянуть с оформлением отношений, дав понять, что настроен более чем серьезно. Дмитрий недолго страдал от одиночества. На горизонте у актера замаячила танцовщица Ольга Силаянкова. Красотка сопровождала Марьянова во всех поездках. Однако та же Анна Савата звалась у Силаянковой крайне негативно. Девочка ничего из себя не представляла и, как только у нее появился Димка, тут же уселась ему на шею. Перестала работать. Только и делала, что устраивала разборки, заявила экс-возлюбленная актера и мать его сына. Марьянова такое положение вещей не устроило и он с Силаянковой расстался. В то время актер увлеченно занимался фигурным катанием Дмитрий и принимал участие в съемках шоу «Ледниковый период». Его партнершей была прославленная спортсменка Ирина Лобачева. В начале ни о каком романе и речи не шло Ирина тяжело переживала разрыв с мужем Ильей Авербухом. Марьянов утешал фигуистку. Постепенно дружеское участие перешло в иную плоскость. Дошло до того, что Марьянов привел Лобачеву на съемочную площадку. Она впервые в жизни снялась в кино «Мой несносный дед». Кстати, во время съемок отношений и завершились. У Марьянова была бракофобия. Тяжело встретить женщину, которая вытерпит нашу актерскую жизнь. Это же часто съемки ночные, в других городах, куча поклонниц, плюс отсутствие материальной стабильности, различные внутренние кризисы. Какая женщина это выдержит? Задавался риторическим вопросом актер. Позже он признался, что просто боялся потерять сексуальную разнузданность. С актером довольно часто бывали несчастные случаи. Однажды Дмитрий решил продемонстрировать гостям селищу богатырскую показать, отжавшись дома на шведской стенке, а та вдруг упала. В другой раз с Ольгой Силаенковой отправился зимой погружаться на Байкал, а под ними вдруг треснул полутораметровый лед еле спаслись. Когда отдыхал с друзьями на даче решил сделать сальто в воду, но что-то пошло не так и актер свернул шею. К счастью, друзья быстро отвезли в больницу. А еще во время съемок Дмитрий сломал руку, тогда доигрывал в гипсе. Все изменилось, когда Марьянов познакомился с Ксенией Биг. Психолог из Харькова была на 17 лет младше актера и далеко не сразу поддалась его чарам. В сентябре 2015 года Дмитрий и Ксения официально оформили отношения. Вскоре выяснилось, что маленькая дочь Онфиса, которую воспитывала Ксения, вовсе не от предыдущих отношений, а от Дмитрия. Семья выходила в свет и производила впечатление идеальной. Казалось, Дмитрий Марьянов наконец счастлив. Продолжение следует...